Здравствуйте, друзья! Продолжаем наши вебинары, наши пошаговые инструкции по управлению и ведению блога на WordPress. Такая тема у нас сегодня. На самом деле, не все ведут блог и работают социальными сетями Одноклассники и Mail.ru. Вот. И на самом деле, честно признаюсь, что я тоже на самом деле не работаю. Объясню, почему. Этому есть причина. Сегодня мы будем проходить Одноклассники и Mail.ru. В предыдущих занятиях мы проходили в другие сети, ВКонтакте, Facebook. Вот, сейчас добрались. Да, вот этих двух я решила их объединить, потому что они на самом деле очень похожи. Похожи по вставкам кодов, похожи по введению, я имею в виду по публикации статей. Но больше мы акцент сделаем на Одноклассниках, потому что Mail.ru вообще мало, кому понятен. Вот. Но хочу сказать, что на самом деле там аудитория большая и там, и там. И, допустим, если говорить о Mail.ru, то примерно, ну вот все, кто к нам обращаются в техподдержку и заказывают блоги, и, в частности, из Казахстана, да, очень много там пользователей из Казахстана, не знаю, с чем это связано, но почему-то любят именно Mail.ru и очень часто просят у нас поставить вот виджет сообщества Mail.ru. Ну вот есть кто-нибудь, кто вообще работает с двумя этими сетями? Поставьте плюсики, напишите, да, я не знаю, как-нибудь там обозначьте, кто работает с Одноклассниками Mail.ru, либо просто какой-то одной из сетей, Одноклассники Mail.ru. Я поняла, да, что есть. Замечательно. В шаблоне AB Inspiration строен функционал обеих этих сетей. И Одноклассники у нас, как знаете, есть кнопка, да, есть и кнопка Mail.ru поделиться, есть Одноклассники группа. Единственное, чего у нас нет в шаблоне AB Inspiration, это сообщество Mail.ru. Это единственное, и вот сегодня все присутствующие пользователи шаблона AB Inspiration, для вас будет интересна, пожалуй, самая финальная часть, это установка сообщества, виджета сообщества Mail.ru. Это единственное, чего у нас нет в шаблоне. Но также все равно мы разберем подробненько, как устанавливаются кнопки вручную, то есть мы знаем, да, что в каждой социальной сети, ВКонтакте, Facebook, Одноклассники, Mail.ru, у всех есть свои собственные кнопки, да. И у нас есть несколько вариантов установить такие кнопки, поделиться у себя на блоге. Это вручную каждую кнопку установить, либо воспользоваться плагином, где используется скрипт, и все кнопки уже установлены, либо использовать скрипт, который мы вставляем, ну, как бы интегрируем, да, в шаблон. Это немножко сложнее способ. Самый простой, конечно же, плагин. Мы разбирали уже тему плагина, как установить с помощью плагина, как установить с помощью скрипта, который мы используем в шаблоне об Inspiration. Все это у нас уже было в предыдущих занятиях. Вот сегодня также по традиции, как мы и Facebook, ВКонтакте разбирали, мы тоже посмотрим, как установить кнопки класс. Классы поделиться в Одноклассниках – это одно и то же. То есть вот это есть некоторое отличие между ВКонтакте, Facebook и вот Одноклассниками, вот в частности поделиться у них, что класс, что поделиться. Допустим, в Facebook, если вы помните, мне нравится – это просто отметить, что нравится, да, и чтобы поделиться статьей, нужно ее отправить. То же самое и ВКонтакте, да, вот есть мне нравится, когда мы кликаем и просто счетчик нарабатываем, а чтобы поделиться, нужно отдельно еще сделать несколько движений, так сказать, да. Вот здесь же все объединено. Классы поделиться – это одно и то же. Дальше посмотрим, как установить кнопку «Поделиться Mail.ru». Как расположить их горизонтально – это для тех, кто создает самостоятельно блог и самостоятельно вставляет коды, да, не на шаблоне об Inspiration. Для особо-особо-особо любопытных. Здесь немножко поговорим об HTML, как это в разметке сделать. Также мы посмотрим, как еще можно установить, поделиться Одноклассники Mail.ru, да. Я напомню о плагине и скрипте, который мы уже разбирали. Также кнопки «Поделиться» в шаблоне. Мы посмотрим снова, да, как они настраиваются. Посмотрим еще раз, как настраиваются две большие кнопки. Если, например, вы хотите, если вы работаете только с Одноклассниками Mail.ru и ваша аудитория только там, то вы можете вообще все кнопки от всех отказаться, оставить только вот эти две и сделать их большими. Мы тоже посмотрим, как в шаблоне об Inspiration делается. Дальше. Как опубликовать статью Гленту Одноклассники в группу. Как установить виджет группы Одноклассников с помощью кода. Где взять ID группы. Это необходимо для установки виджета. И как это делается в шаблоне об Inspiration. Также мы посмотрим, как установить виджет сообщества, ну, или группы по-другому, да, Mail.ru. Итак, первое, что я хочу вообще сказать по поводу Одноклассников. Это такая особая, на самом деле, сеть, очень такая самобытная, и она очень сильно отличается от Facebook, от ВКонтакте. Вообще, на самом деле, все сети очень сильно отличаются. Там какая-то своя микроскладывается атмосфера, и определенные люди собираются в разных сетях. И Одноклассники не исключение, она очень такая характерная там аудитория. Там, на самом деле, маленький процент из больших городов, таких как Москва и Санкт-Петербург. В основном это провинция, да, маленькие города и провинциальные районы России. И дальше, как по статистике, аудитория больше всего женщины 25-40 лет. Обожают юмор, любят политические всякие вопросы, но такие несложные, чтобы не сильно думать, не сильно вот вникать. Поскольку вот этот возраст, как вы понимаете, да, 25-40 лет, это, как правило, женщины, которые с детьми, дома, они в Одноклассниках больше отдыхают, чем что-то хотят напрягаться головой, да. Вот, юмор, какие-то рецепты, красота, здоровье, питание, вот, в общем, все вот такие вот женские темы. И, как я заметила, вот моя тема, да, блогинг сложная, WordPress, она там вообще никак не котируется, и крайне сложно там как-то завести людей на то, чтобы человек поставил лайк, поделился, прокомментировал, потому что, ну, реально вообще непонятно. Как вот говорят специалисты, это не мое личное мнение, это я читала интервью специалистов по продвижению товаров и услуг, продаж, сайтов и так далее, именно в Одноклассниках. И вот специалист отвечал на вопросы журналиста по поводу платежеспособности, по поводу продаж в Одноклассниках, переходах. Там, в общем, нужен определенный совершенно контент, развлекательно, позитивно, такого простого характера. Поэтому, если у вас сайт на тему красоты, здоровья, питания, я не знаю, там, детей, отношений, юмор какой-нибудь, юмор вообще, вот анекдоты, я не знаю, все, что угодно, все, что касается с юмором, картинки какие-то интересные, все это пойдет на ура в Одноклассниках. Дело в том, что в Одноклассниках есть потрясающая одна особенность, которой нет ни в одной социальной сети. Это вот этот самый класс, да, класс, по-другому можно сказать, мне нравится, да, как у Фейсбука, и поделиться. Два в одном. В чем заключается эта прелесть этой кнопки? Дело в том, что когда человек, кто вот работает, подтвердят, да, сейчас мои вот эти наблюдения, что когда человек, допустим, ваш друг у вас в Одноклассниках кликает лайк, ну, класс, да, на какую-нибудь фотографию, на какой-нибудь пост, у него тут же отображается, точнее, вот этот вот класс отображается у вас в ленте. Понимаете, да, то есть ваш друг, который состоит у вас в сети Одноклассники, где-то у себя в ленте, увидел что-то интересное, нажал на кнопку класс, и в вашей ленте, в вашей ленте, в вашем аккаунте, в ленте отображается информация, что ваш друг такой-то отметил данную статью, там, или картинку классом. То есть он практически поделился туда-сюда, да, сделал. Вот это очень здорово, поэтому виральность в Одноклассниках, она имеет очень высокий процент, то есть когда статья или картинка распространяется в сети очень-очень быстро, именно в Одноклассниках, да, за счет вот этих вот классов. Если вы обратили внимание, многие, кто продвигают свой контент в Одноклассниках, они всегда вот так и пишут, нажми класс, если ты, нажми класс, если ты согласен, если ты так же, если ты думаешь так же, если тебе это нравится, если ты тоже сожалеешь, то есть они прямо вот диктуют, да, что нажми класс и подстраиваются под аудиторию. Вот, это очень хороший такой момент, поэтому еще раз повторю, да, если у вас соответствующий контент блога, то не пренебрегайте Одноклассниками, очень классная сеть, очень быстро там информация разносится, и, соответственно, идет отклик большой, чего там не очень хорошо работает. Дорогие товары там продавать крайне сложно. Специалист говорит, что аудитория, в общем-то, может быть и платежеспособная, но не готовая платить в интернет большие суммы, скажем так, да. Может быть, это происходит из-за страха делать что-то в интернет, может быть, из-за каких-то просто незнаний технических, да, неумений и так далее. Вот, поэтому, допустим, если у вас, опять же, продукция там за выше 10 тысяч рублей, да, это считается уже дорого в Одноклассниках, то крайне будет сложно продвигать свой блог, затем продукцию в Одноклассниках. Если это меньше 5-3 тысяч рублей, то это, опять же, сеть для вас, замечательная сеть, очень хорошо конвертируется, там посты продающие и так далее. Вот, ну, такое вводная, да, информация. По Mail.ru я ничего не буду рассказывать, потому что я совсем с ней не работаю, в плане отклика я не могу ничего по ней сказать, но я точно знаю, что там большая аудитория. И для наших блогов, если у вас блог, допустим, на тему, опять же, таких бытовых вещей, то в Mail.ru обязательно кнопка должна быть, сообщество тоже должно быть, там очень много людей, и именно вот с таким вот настроем отдохнуть, посмотреть что-то такое простое, легкое, развлекающее и не слишком напрягающее, скажем так. Вот, поэтому мы сегодня оснастим наш блог вот этими кнопками, виджетами, и, соответственно, вы уже сами решите, нужно вам это или не нужно, подходит вам, не подходит. У меня на блоге стоят все кнопки, и в том числе одноклассники и Mail.ru. Мало ли, кто зайдет ко мне на блог и захочет поделиться моей статьей в своем профиле. Итак, тема «Технические вопросы продвижения статей социальных сетей в сетях, часть 7». Сегодня проходим одноклассники Mail.ru. В предыдущих уроках мы начали с 55-го эту техническую тему. Мы прошли Open Graph. Кстати, для одноклассников и Mail.ru Open Graph тоже работает. Помните, я говорила, да, Open Graph – это специальные метатеги, которые вставляются в шаблоне в разделе «Head». Кто вот самостоятельно настраивает, обязательно посмотрите этот урок, потому что там нужно обязательно их прописать. Если их не будет, то информация в социальной сети будет отображаться не очень корректно, когда вы будете отправлять вашу статью в Одноклассники или в любую другую сеть. Open Graph обязательно должен быть. Обязательно, да. В шаблоне «Abandstration» он встроен. То есть для пользователей шаблона «Abandstration» эта тема не нужна. Если вы самостоятельно делаете, то обязательно. В 56-м уроке мы рассмотрели кнопки «Поделиться», «Вставка кнопок» с помощью скрипта и в отдельности каждую кнопку, но мы не рассматривали их подробно. Так только несколько буквально моментов рассмотрели. В 57-м мы рассмотрели, как сделать кнопки «Поделиться» с помощью плагинов. Мы посмотрели там два плагина «Add this» и второй плагин «Яндекс». Ну «Яндекс» так себе, а вообще вот «Add this» очень классный. Я выбрала его специально, потому что это еще и сервис, где вы можете потом отслеживать статистику, смотреть, кто сколько чего лайкал по вашей статье и так далее. Очень хороший, на самом деле, плагин. Рекомендую. 58-й урок «Продвижение статей в Facebook», то есть мы настраивали полностью наш блог под «Facebook». В 59-м уроке для «Твиттера» мы все сделали, в 60-м в прошлом уроке для «ВКонтакте». Вот, кто пропустил предыдущие занятия, вы можете посмотреть их записи. Они платные, находятся на ресурсе vptraining.ru. В конце я дам ссылочку. Итак, все, установка кнопки «Класс поделиться» в «Одноклассниках». Так, кто у нас тут первый раз, кто не знает. Мы делаем такие пошаговые инструкции, да, то есть четко со скриншотами, как, куда, чем вы должны кликнуть, чтобы добиться того, что вам нужно. Итак, шаг первый. Мы заходим на сайт. Здесь не обязательно логиниться в «Одноклассниках». Просто заходим на сайт, называется он api.org.ru. Это сайт для разработчиков, где здесь все коды, и в том числе конструкторы для создания кнопок и виджетов. То есть мы воспользуемся специальным конструктором. Еще раз повторю, api.org.ru. Давайте я вам сразу ссылочки буду скидывать. api.org.ru. Сохраните где-нибудь у себя. Итак, api.org.ru. Дальше перейти в раздел «Документация API». То есть вот на эту страничку переходим. «Документация API». Дальше на этой странице переходим с левой стороны у нас меню. Переходим «Ок» на внешних ресурсах. Вот в этот раздел. И внизу у нас под меню открывается новая кнопка «Класс». Дальше спускаемся чуть ниже. Там будет информация по API, будет еще там что-то. Ну, вы пропускаете, доходите до конструктора. Вы сразу его увидите. Он выглядит так. То есть кнопочки, галочки, какие-то там и все, предпросмотр и код внизу. Итак, что здесь нужно сделать? Первое. Обязательно нужно выбрать опцию «Использовать текущий URL пользователя». Тогда, неважно, куда вы установите вашу кнопку, она всегда будет брать ту ссылку, на которой человек кликает по этой кнопке. То есть, допустим, если вы установили в статье, а у каждой статьи у нас разные адреса, то, соответственно, человек открывает страницу с кнопкой, кликает и берется тот адрес, на котором кнопка установлена. То есть, именно этой статьи. Если вы поставите галочку сюда, то здесь прописывается только один адрес, и всегда будет он отправляться. То есть, обязательно вот вторую опцию отмечаем. Дальше. Размер по высоте. Здесь вот есть варианты, несколько их выбираете, то, что вам нравится. Самая маленькая, чуть больше и так далее. Вот здесь вот предпросмотр под цифрой 8 внизу, и вы будете видеть, как будет кнопка выглядеть. Дальше. Вид. Есть три варианта. Очень круглые такие углы, слегка закругленные и квадратные. Выбирайте, какой вариант вам больше подходит. Дальше. Счетчик. Если вы хотите, чтобы был счетчик, то отмечаете галочкой и выбираете два варианта. Справа, вот в таком случае, да, то есть кнопка длинная, и с правой стороны отображается счетчик. Либо сверху, тогда кнопка будет такая толстенькая и высокая. Вот сверху появится счетчик. Дальше. Текст на кнопках. Как я уже сказала, класс и поделиться, это одно и то же, в отличие от Facebook и от ВКонтакте. То есть там у них разные кнопки, если вы помните, мне нравится и поделиться, это разные. Вот здесь это одно и то же. Здесь все, что надо выбрать, это как будет она у вас называться. Класс, поделиться или нравиться. По сути, это все будет одно и то же. То есть функционал будет одинаковый. Выбирайте, какой вам больше нравится. Дальше. Спускайте себя чуть ниже, у вас там будет появиться код. Вот предпросмотр, да, и прямо под предпросмотром код. Копируем его целиком. Если вы помните предыдущих, мы в ВКонтакте и в Facebook дробили наш код на две части. Одна шла в шапку, вторая уже в то место, где будет отображаться кнопка. Здесь можно все целиком скопировать. Для более таких продвинутых пользователей, кто совсем там разработкой занимается, если такие сейчас есть в аудитории, то обязательно знайте, что прочтите. Вот здесь, мы сейчас это не будем проходить, потому что это уже там крайне так сложно. Здесь вот чуть-чуть выше на этой странице, там будет ссылка на оптимизацию кода. То есть там будет дан вариант, как вы можете использовать один скрипт для всех ставок одноклассников. То есть смотрите, у нас ставка одноклассники кнопка, у нас ставка будет одноклассников виджет. И у каждого скрипт, вот один и тот же, видите, внизу, да, появляется. Так вот, чтобы, допустим, если вы много делаете разных виджет, кнопка, одноклассники, там еще, может быть, что-то, да, ставите от одноклассников, то вы можете оптимизировать вот этот код. А, или еще, например, две кнопки вы ставите, да, сверху и снизу. То есть это вот еще один, то есть три скрипта, это слишком много на странице. И если вы так вот делаете, то обязательно прочтите по оптимизации. Там можно как бы разделить код на две части. Одна часть пойдет в то место, где вы хотите отобразить кнопку, а вторая часть скрипта. Вы ее убираете и спускаете в самый низ, в футер. И там вот определенным образом надо его настроить. Там есть инструкция, как это сделать. Ну, сейчас мы это не будем делать, это уже для разработчиков серьезно. Так, идем дальше. После того, как вы скопировали код, идем к себе на блок. На блок в админку, внешний вид, редактор, в административной панели блога. Далее открываем файл. Ну, здесь разные надо открыть. Там, где вы хотите, чтобы эта кнопка отобразилась обычно, это у нас сингл, PHP, это страница с контентом статьи, либо в новых версиях шаблонов. Дело в том, что каждый разработчик шаблонов, у них разные вот эти вот шаблоны страниц. И нужно смотреть, либо связываться с разработчиком и спрашивать, где у вас находится. И вот нужно вот найти вот эту функцию, the, подчеркивание, content. Вот эта функция WordPress, она выводит содержание страницы. То есть картинку, которую вы загрузили, текст, вы создали статью, да, и вот все, что вы насоздавали в редакторе, выводится за счет вот этой вот функции, the content. И, как я уже сказала, у каждого разработчика шаблонов, у них разные стили. Они создают разные вот файлы, и вот этот вот the content может быть совершенно в неожиданных местах. Поэтому, если вы хотите найти файлов, вот этот the content, обратитесь к разработчику и спросите, где выводится контент статьи, где выводится контент главной страницы, где выводится контент архивов и так далее. Они вам подскажут название файлов. Тогда вы переходите в нужный вам файл. Вот, например, в моем случае это content-page. Это будет страница. Если статья, то это будет просто вот контент. Дальше находим функцию the content, вот она идет у нас, да, the content. Делаем отступ сверху и вставляем наш код. Смотрите, я не говорила в предыдущих уроках, вот сейчас скажу, да, что я даже вот задам вопрос на засыпку. Смотрите, как вы считаете, где эта кнопка отобразится? Вверху контента или внизу? Как вы считаете? Вверху, внизу? Напишите просто словами. Мария, вверху. Так, у нас похоже только Мария слушает, нет? Так, Ольга тоже считает, что вверху. Внизу, Сергей, я считаю. Я не знаю. Внизу. Значит, видите. Давайте вот так еще раз я вам скажу. Смотрите. Еще раз, да. Вот эта функция the content, она выводит содержание статьи. То есть то, что вы создали в редакторе WordPress. Ставайте записи, создать новую, пишите заголовок, пишите текст, вставляете картинки, видео, тра-та-та, сохраняете, публикуете. И все, что вы там написали, все, что вы там вот вставляли, все отобразится вот за счет этой функции. Видите? The content. Все-все-все. А теперь, смотрите, мы делаем отступ и над этим выводом ставим кнопку. Так в итоге где она отобразится? Вопрос к Сергею и Татьяне и к Владимиру. Где в итоге кнопка отобразится, если мы ставим над the content? Вверху, правильно, Татьяна? Смотрите, правильно. Вверху, то есть над контентом, над тем, что вы написали. Вот, а если мы сделаем, если вы хотите, чтобы кнопка отображалась под контентом, то есть внизу, под статьей, то есть статья у вас идет, там все, вы написали текст, ссылочки поставили, картиночки поставили, опубликовать нажали, и вы хотите, чтобы под статьей отображалась кнопка. То есть нам ее нужно ставить, соответственно, вот после вот этого, да? Делаем отступ после the content, то есть внизу, и вставляем вот этот вот код. Понятно, да? То есть почему вот мы делаем, да? Вот это вот будет над контентом. Если мы внизу сделаем, то это будет под статьей. Молодцы. Так, идем дальше. Не забываем обязательно сохранить, когда вы делаете какие-то изменения в файлах шаблона. Сохраняем и смотрим, как получилось. Вообще, конечно, друзья, если вы, допустим, нет опыта работы с кодами, то, не знаю, даже тренируйтесь не на настоящих блогах, чтобы у вас там ничего не полетело, потому что любая ошибочка, она вызовет сбой работы блога. Так, ну вот так вот она будет выглядеть, смотрите, да? То есть вот она. Вот здесь у нас идет дальше статья внизу, а кнопочка у нас наверху. Кнопка идет после заголовка. Заголовок статьи сначала, потом идет какая-то информация у нас, потом вот контент, который мы создали, и вот над контентом кнопка. Так, идем дальше. Кнопка поделиться mail.ru. Давайте теперь ее установим. Заходим на сайт api.mail.ru. Так, сразу сейчас вам вышлю. Так, api.mail.ru. Да, это тоже сайт разработчиков. Как вы обратили внимание, у всех, вообще, у всех социальных сетей всегда есть отдельный сайт для разработчиков. То есть вот мы, видите, влазим в такие дебри при настройке блога, что даже заходим на такие серьезные ресурсы, как разработчики. Вот, значит, заходим на этот сайт, и здесь в меню выбираем сайты. В этот раздел переходим. Далее в меню выбираем плагины. Плагины, да, мы перешли в сайты. Дальше плагины. Дальше спускаемся чуть ниже на этой странице, доходим до раздела кнопка нравится. Там будет их несколько, таких вот блоков. Ищем, мне нравится, кнопка нравится. И переходим по ссылке, подробное описание и код для вставки. Переходим вот по этой ссылке. Дальше на этой странице, опять же, чуть ниже спускаемся, и мы видим очень похожую настройку кнопки. Такая же, видите, да, как и у одноклассников. Очень похожая. Опять же, здесь выбираем размер, выбираем вид, как она будет выглядеть, выбираем счетчик, какой будет справа или сверху, текст на кнопке нравится, поделиться, рекомендую. Опять же, предпросмотр есть, вы можете посмотреть, как она будет выглядеть. И, соответственно, код. Копируем этот код полностью после настройки. Дальше идем снова в настройки на блог, да, в адынку блога. Внешний вид редактор. Открывается наш шаблон. Дальше переходим, опять же, на те же, открываем те же страницы для редактирования. Ну, вот в нашем случае я сейчас открыла контент, кстати. А, нет, это пейдж, да, это пейдж открыта. Вот здесь у нас находим контент, the content, и перед ним ставим код. Все, ставили код, сохранили файл и смотрим, что у нас получилось. Вот, значит, смотрите, заголовок, информация о комментариях, дальше идут две кнопки и дальше идет текст. То есть мы поставили две кнопки над контентом в начале статьи. Посмотрите, что здесь у нас получилось. Конечно, все будет зависеть от шаблона, который вы используете. Все очень по-разному настроены и по-разному будет отображаться. Но в большинстве случаев будет вот такой вот большой разрыв между ними, и они будут находиться вертикально. То есть одна за другой. Вот так вот, да. Как сделать так, чтобы они встали горизонтально, рядышком? Здесь немножко для продвинутых пользователей мы используем немножко HTML. Значит, смотрите, делается это так. Так, кто не в курсе, не пугайтесь, да, не пугайтесь. Это HTML, и если вы пользователь шаблона, вам это не нужно. Ну так, если только для общего развития. Итак, смотрите, вот у нас два кода. Желтым цветом они выделены. Первый код выделен – это код кнопки «Одноклассники». И второй код – это кнопки «Mail.ru». Вот они идут один за другим. Чтобы нам их выровнять в ряд сделать, нам нужно сделать следующее. Перед кодом кнопки «Одноклассники» написать следующий код. Тег «Div» и стиль прописать «Float.Left». То есть мы как бы центруем нашу кнопку по левой стороне. Вот этот вот стиль «Float.Left» говорит о том, что кнопка должна быть с левой стороны. В конце мы добавляем закрывающий тег «Div» обязательно, да, то есть мы как бы его обрамляем код двумя «Div»ами, только вот здесь вот стиль у нас «Left». Дальше мы то же самое с кнопкой «Mail.ru» тоже вставляем тег «Div» с «Float.Left», да, то есть со стилем «Float.Left» и закрываем. Закрываем. После обоих кнопок в конце мы прописываем еще вот такую вот строчку. Пишем «Div Style Clearbo». Дело в том, что вот стиль «Float.Left» он центрует по левой стороне, и последний вот этот объект будет тоже с левой стороны, и текст как бы пойдет тоже с левой стороны. А нам нужно, чтобы текст пошел уже после кнопок внизу. Поэтому мы снимаем это правило с помощью вот этого вот стиля «Float.Left». То есть мы убираем центровку, да. Все, прописываем вот эту строчку, сохраняем обязательно настройки, файл, и смотрим, что у нас получилось. Так, а я не сделала скриншот, да. Ну, в общем, так, да, поверьте на слово, что кнопки встали просто горизонтально, одна рядом с другой. Так, идем дальше. Как еще можно установить кнопки «Поделиться одноклассники» и «Mail.ru»? Это то, что я говорила по поводу скрипта. В шаблоне об Inspiration мы используем скрипт «Social likes». Очень хороший скрипт, и разработчик постоянно следит за его развитием, постоянно меняет его, что-то добавляет. Если какая-то социальная сеть меняет правила, то он, соответственно, сразу же тоже реагирует. Это очень здорово. Кстати, много очень обновлений шаблона об Inspiration происходит благодаря изменениям скрипта, да. То есть как только разработчик меняет что-то в скрипте, мне тоже приходится это менять в шаблоне об Inspiration. Вот. Мы проходили этот скрипт для тех, кто не пользуется шаблоном об Inspiration. Мы проходили подробно, как его интегрировать в другой шаблон в уроке 56. То есть вы можете посмотреть предыдущий урок, если вам это интересно. Также можно такие кнопки сделать с помощью плагинов. На самом деле плагинов очень много, социальных сетей, но не все они хороши. Есть даже с вирусами. Есть плагины, которые не поддерживаются больше разработчиками, и на самом деле здесь надо очень подойти ответственно, как осторожно, да, выбирать плагин. Я рекомендую плагин AddThis, потому что AddThis – это еще и сервис, причем очень старый сервис, зарекомендовавший себя. Они уже очень давно на рынке, и, ну, вообще во всех отношениях классный продукт. Сейчас они сделали плагин для WordPress, и вы можете смело его использовать. Настраивается крайне просто, но плюс его еще в том, что он позволяет создать не только вот в начале статьи, в конце статьи кнопки, а еще и плавающую боковую панель, то есть такая вот будет плавающая, ну, как бы плавающие кнопки поделиться, да, с правой или с левой стороны. То есть они будут оставаться фиксированы на одном месте, и при прокрутке экрана будут оставаться, да, на экране, и человек может всегда поделиться. И второе у них фишка – это в мобильной версии, то есть это даже для пользователей шаблона об Inspiration. Хорошо, если вы установите этот плагин, вы можете настроить кнопки в мобильной версии. То есть очень классно они там отображаются прямо внизу, такие большие кнопки на мобильниках, их сразу видно, и очень классно они работают. То же самое и с плавающей панелью, тоже шаблон об Inspiration будет хорошо смотреться с этими кнопками. И совместим, что самое важное, да, то есть с шаблоном они не конфликтуют. Ну вот кнопки Social Likes вот так выглядят. Это три есть вида у них. Это натуральный вид кнопок, то есть то, как они в оригинале представлены. Кнопки вот такого вида цветные, симпатичные, называется стиль плоский. И стиль берман белый. При наведении мышки он приобретает цвет оригинальный. То есть оранжевый – одноклассники, синий – ВКонтакте и так далее, да. Вот. У нас интегрирован в шаблоне об Inspiration именно этот скрипт, и есть варианты выбрать, да, либо такой, либо такой, либо такой. Скрипт Add This выглядит так. То есть в начале статьи вы можете установить кнопки либо в конце статьи, либо вот плавающая панель, которая фиксированная, не движется, либо еще вот, как я сказала, мобильной версии, такие большие кнопки внизу будут тоже зафиксированы. Они не будут двигаться при прокрутке. Итак, кнопки поделиться в Одноклассники и Mail.ru в шаблоне об Inspiration. Пробежимся быстренько по шаблону. Это для тех, у кого шаблон об Inspiration. Итак, у нас в шаблоне об Inspiration кнопки установлены в начале статьи и в конце статьи на главной странице, в архивах, на страницах и на архивах во всех, да, и по дате, и по категориям, и по меткам и так далее. То есть во всех архивах. Также у нас установлены они в логине отзывы, то есть каждый отзыв можно отправлять тоже отдельно в социальные сети, установлены, да, в отзывах. Вот. Для того, чтобы установить в шаблоне об Inspiration кнопки Одноклассники и Mail.ru, вот эти вот, нам нужно сделать следующее. Переходим в админку блога, внешний вид, настройки шаблона. Здесь у нас есть два раздела. Кнопки поделиться в начале текста и кнопки поделиться в конце статьи. Они настраиваются у нас отдельно. На примере посмотрим в начале статьи. Переходим в этот раздел. Далее. В начале у нас идет выбор стиля. Классический, плоский и берман. То есть те самые три вида кнопок. Дальше. Для того, чтобы появились кнопки Одноклассники и Mail.ru, нужно их активировать, то есть нажать мышкой по ним, чтобы они стали синими. То есть все отмеченные синим цветом кнопки, они будут отображаться на блоге. Дальше необходимо прописать текст на кнопки. То есть здесь вы можете произвольно выбрать текст. Одноклассники Mail.ru. Ну, если, допустим, у меня много кнопок стоит, и все они влазят, я просто назвала ОК. Ну, это и так понятно, да, что все пользователи знают, что Одноклассники называются ОК. Так, кстати, и с ВК тоже. Не ВКонтакте, а ВК. Далее. Счетчики показывать или нет, решайте. И где будут отображаться кнопки. Главная страница, статьи, страницы, архивы, рубрики. Как установить две большие кнопки Одноклассники и Mail.ru? Это то, как раз, о чем я говорила. Когда вы, допустим, делаете только для Одноклассники и Mail.ru, четко уверены, что ваша аудитория именно там, это только в шаблоне об Inspiration. Итак, делаем следующее. Заходим в стройки шаблона, внешний вид на стройки шаблона, кнопки поделиться в начале текста. Далее выбираем плоский, то есть вот эту фишку можно сделать только со стилем плоский. Классический Берман не сработает. Итак, плоский. Дальше отмечаем две кнопки Одноклассники и Mail.ru, остальные отключаем. Только у нас две кнопки. Дальше прописываем текст на этих кнопках. И вот здесь вот размер выбираем побольше. 28, 30, ну там посмотрите, как у вас будет отображаться. Далее показывать счетчик обязательно и сохраняем настройки. И у вас будет выглядеть вот так. То есть заголовок, дальше идет информация о комментариях, об авторе и о дате, и дальше две большие кнопки перед контентом. Так, идем дальше. Как опубликовать статью в ленту Одноклассники? Если вы помните, на предыдущих занятиях мы разбирали, как публиковать в ВКонтакте, в Фейсбук, и если вы помните, там всегда есть выбор, да, вы можете опубликовать в группу, или опубликовать на страницу, или опубликовать на свою ленту, в пропеле и так далее. Здесь такой возможности нет. То есть группу-то мы создаем в Одноклассниках, но транслировать наши посты напрямую в группу мы не можем. Только в ленту. Поэтому смотрим, как это делается в ленту. Итак, на блоге нажимаем на кнопку «Ок». Ну, неважно, да, это шаблон об Inspiration, или вы установили вручную кнопки, будет то же самое все, да. Нажимаем на «Ок», Одноклассники на кнопку, дальше всплывает экран, и первое поле мы вписываем свой комментарий, ну, по желанию здесь, да. Дальше, по желанию, можете здесь отметить галочкой «Поставить в статус». Сейчас посмотрим, где он отображается. Если вы не ставите сюда галочку, то в статусе не будет вашего посла. Если ставите, то посмотрим, где он отображается. И нажимаем на кнопку «Опубликовать». Да, кстати, давайте еще раз вернем. Смотрите, напомню, да, что у нас отображается заголовок, отображается небольшой анонс, картинка, и все это благодаря тому, что у нас прописан Open Graph, да. То есть вот эти вот мета-теги, которые прописываются в шапке, обязательно должны быть, потому что без них будет путаница. Программа не будет знать, что отправлять, какую картинку и так далее. И еще обратите внимание тоже, здесь вот, видите, слишком длинные заголовки, они не вмещаются. Здесь тоже те же самые правила, что и для Facebook, и для ВКонтакте. То есть здесь максимум две строчки у вас на блоге должно быть, две строчки текста. И вот здесь вот тоже смотрите внимательно, чтобы первые строчки у вас внесли какой-то смысл, да, чтобы человек понял вообще, о чем статья. Так, идем дальше. Итак, переходим на профиль в Одноклассниках, и здесь у нас в заметках, в разделе «Заметки» отображается то, что вы опубликовали. Также эту публикацию увидят все ваши друзья в лентах. То есть вы опубликовали данный пост, и в своих лентах они увидят, что вы поделились данной статьей. Если вы отметили галочкой «Поставить в статус», то в заметках и в вашем профиле, в ленте, вот здесь в самом начале будет желтым отмечена публикация, которую вы поставили в статус. Также заголовок, ну, точнее, буквально несколько слов будут отображаться над вашей фотографией. Если, например, человек кликнет на «Друзья», у него там будет много-много, соответственно, друзей, да, и ваша фотография среди них отобразится с заголовком вашего статуса. И он будет, кстати, кликабельным, и человек может перейти сразу же на статью. Так, идем дальше. Как опубликовать статью в группу? Раз у нас нет возможности опубликовать сразу в группу, то мы делаем это на самом сайте Одноклассников. Первое, что нужно сделать, это скопировать адрес статьи. Заходим к себе на блог, открываем страницу со статьей, копируем адрес статьи полностью. Дальше переходим в Одноклассники, переходим в раздел «Группы». То есть заходим под своим логином, да, в Одноклассники, заходим на свой профиль, переходим в группы. Далее переходим в раздел «Мои группы», модерирую. Ну, я такой сложный путь делаю, потому что у меня очень много групп, которые присоединились, и среди них я не могу найти свои группы. Поэтому я вот иду «Группа», потом «Мои группы», потом «Модерирую», и вот здесь высвечиваются те группы, которые мои лично. Дальше я перехожу в ту группу, которая мне нужна. Дальше в самом верху под заголовком есть поле для, похоже, да, как поле для статуса, здесь поле «Создать новую тему». Кликаю по этому полю, и у меня всплывает экран. Дальше в поле вставляю ссылку, которую я скопировала, ссылка на статью, и у меня начинается загрузка статьи. Вот здесь вот видите, какое-то время нужно подождать, пока она подгрузится. Когда она подгрузится, будет выглядеть вот так. То есть опять у нас заголовок, текст, ссылка и картинка. Все, нажимаем на кнопку «Опубликовать», «Поделиться», точнее. И вот так вот в группе оно будет выглядеть. То же самое, да, что и в ленте, только в группе. Так, установка виджета группы «Одноклассники» с помощью кода. Да, это для тех, у кого нет шаблона об Inspiration. Итак, снова идем на сайт api.org.ru, то есть сайт для разработчиков-одноклассников. Переходим на этот сайт, дальше переходим на страницу «Документация API», далее переходим в меню «Опт на внешних ресурсах» и здесь переходим на страницу «Социальные виджеты». Спускаемся чуть ниже и снова очень похожие настройки. Здесь нужно выбрать размер по ширине, опять же выбирайте, как вам удобно, либо делайте его с помощью цифр, да, пикселей, если вам нужна более точная настройка. По высоте, опять же, вы выбираете, либо в пикселях, и вставляете ID группы. Чуть позже мы посмотрим, где взять этот ID группы. Здесь, опять же, у вас предпросмотр, вы видите, как это будет выглядеть. Отображаются здесь лица ваших участников группы. Дальше. Дальше копируете код внизу, спускаетесь чуть ниже и копируете код целиком. Далее идем в настройки виджеты, точнее в админку «Внешний вид виджеты», в админку блога. Далее берем виджет «Текст». «Текст» — это произвольный виджет, куда вы можете вставлять код, и перетаскиваем его в боковую колонку. Когда появляется пунктир в боковой колонке, бросайте виджет. Он раскрывается. Пишите заголовок виджета и вставляете код. Все. Сохраняем виджет и смотрим, что у нас получилось. Все. На блоге у нас отобразился виджет группы в «Одноклассниках». Это для тех, у кого нет шаблона AB Inspiration. Где взять ID группы? ID группы нам нужен и для шаблона AB Inspiration, и если вы самостоятельно делаете этот виджет. Итак, чтобы взять ID группы, мы идем снова на «Одноклассники», заходим в профиль, дальше переходим в раздел «Группы», далее переходим в «Мои группы», далее переходите «Модерирую», то есть чтобы выбрать свою группу, переходим в «Свою группу», если вы сразу ее видите, то переходите сразу. Переходим на группу, дальше с левой стороны переходим в раздел «Настройки», в группе уже, да, в «Настройки», далее спускаемся в самый-самый-самый низ, и вот здесь вот внизу у нас идет ID этой группы на «Одноклассниках». Копируем вот этот вот код, и в общем-то все, да, там если вы виджет настраиваете, то в конструкторе вставляете, если вы в шаблоне AB Inspiration, то делаем следующее. В шаблоне AB Inspiration, установка виджета группы в «Одноклассниках», в шаблоне AB Inspiration. Заходим в админку блога «Внешний вид», «Настройки шаблона», далее переходим в раздел «Вставки», и вот здесь вот чуть ниже во «Вставках» есть поле ID группы в «Одноклассниках». Вставляем сюда вот этот ID, не забываем сохранить, дальше переходим в «Внешний вид виджеты» и перетаскиваем готовый виджет, он называется «6-AB-группа в «Одноклассниках». Перетаскиваем его либо в боковую колонку, либо в футер, у нас есть еще в футере тоже места для виджетов. Перетаскиваем, соответственно, виджет, и он раскрывается, там никаких настроек не нужно делать, все, что нужно, это просто написать заголовок. Группа в «Одноклассниках», все, больше ничего. Нажимаем «Сохранить» и вуаля, все, виджет готов. Так, очень важный момент, важный момент, группа должна быть открытой, то есть закрытую группу вы не сможете разместить в боковой колонке. Проверить, открытая или закрытая группа в «Одноклассниках», очень просто. Есть два типа групп, у них по интересам и группа для бизнеса. Если вы открываете группу по интересам, то у вас есть возможность сделать ее либо открытой, либо закрытой. То есть вот этот вот момент, посмотрите, если по интересам, то соответственно. Если группа создана для бизнеса, то она может быть только открытой, то есть там поменять уже не будет возможности. Если вы создали для бизнеса, то она гарантированно открытая. Поэтому вопрос идет вот именно о группе по интересам. Как проверить? Заходим на страницу группы, дальше переходим с левой стороны в раздел настройки, с левой стороны, и вот здесь вот в самом верху основные, да, основные, здесь вот тип группы, тип группы. Группа для бизнеса, еще раз повторю, да, она по умолчанию открытая. Если у вас здесь написано, что группа по интересам, то она может быть либо закрытой, либо открытой. Если вы хотите установить виджет, то вы должны ее открыть. Вот, в общем, такая, такая вещь, да, давайте попробуем. Так, установка виджета сообщества в Mail.ru, последнее, что мы сегодня посмотрим, это Mail.ru. Итак, заходим на страницу группы, то есть мы сейчас не рассматриваем, как создать группу, да, это предполагается, что она у вас уже есть. Там создается она крайне просто, просто тоже переходите в раздел группы, создать новую группу, подтверждаете свой телефон, заполняете все поля, приходит код, и, в общем-то, все, да, очень просто. Вот, если, также вы можете установить, кстати, любую другую группу, не обязательно вашу собственную, если вы хотите какую-то интересную группу к себе поставить на блог, тоже можно. Хотя, не знаю, есть ли в этом смысл, ну, да. Итак, значит, переходим на страницу группы, уже созданной группы, и вот у нас вот здесь вот такой вот адрес наверху, адрес. Я покажу, он должен немножко выглядеть по-другому, мы его должны почистить, иначе нам не получится сгенерировать виджет. Для того, чтобы его почистить, чтобы было удобнее, перейдем в раздел о группе, переходим на страницу о группе, и у нас немножко поменяется адрес, он будет немножко выглядеть по-другому. Итак, здесь нам в адресе нужно сделать следующее. Первое, убрать букву S с HTTP, то есть у нас должен быть небезопасный вход. Букву S убираем, то есть у нас должно быть HTTP 2.2 слэш. И в конце убираем слэш-инфо, слэш-инфо, убираем. И так у нас получается адрес. HTTP 2.2 слэш, my.my.ru, слэш, community, слэш, и название вашей группы. Без слэш в конце. Вот здесь в конце ничего не должно быть. Только название вашей группы. Все, копируем эту ссылку. Копируем дальше, идем на страницу api.mail.ru, это mail.ru для разработчиков, мы уже здесь были. Дальше переходим на страницу сайты. Дальше переходим на страницу плагины. Далее спускаемся в самый низ, и в самом низу у нас есть плагин группы. Плагин группы. Переходим по ссылке подробное описание и код для вставки. Дальше, вот сюда, вот в это первое поле вставляем ссылку на группу, ту самую ссылку, которую мы изменили. Да, смотрите, здесь без буквы S, и в конце больше ничего, только название группы. Очень важно, потому что если вы поставите с буквой S, то вот вместо предпросмотра у вас появится ошибка, и будет написано, что неправильно вставлена ссылка. Если будет слэш в конце, то, опять же, ничего вы здесь не увидите, будет ошибка, и будет написано, что вы не вставили ссылку. В общем, долго вы будете думать, чего же не так с этой ссылкой. Ну, вот я говорю, как должно быть, да, без буквы S и ничего больше в конце, только название группы. Если вы все правильно так сделаете, то увидите виджет с лицами ваших участников группы. Дальше указываете ширину, высоту. Дальше галочку подписчики. Она по умолчанию уже стоит. Это вот лица людей. Дальше выбираете цвет фона, можете указать цвет текста, цвет кнопки по желанию. Ну, здесь вот я ничего не меняла, вот он выглядит вот так. Дальше домен. Домен указываете адрес вашего блога, куда вы установите данный виджет. Обратите внимание, здесь указывается домен без HTTP, да, то есть это не адрес сайта, а именно домен. В моем случае это кисабриус.ру. Все, галочку здесь не ставим. Ну, если только вы не используете HTTPS. Ну, обычно для блогов мы это не используем, да. Галочки здесь не надо. Дальше копируем код, целиком код. Ну, и дальше, как обычно, идем в внешний вид виджеты на блоге в административной панели блога. Внешний вид виджеты. Перетаскиваем виджет текст в боковую колонку. Когда появится пунктир, отпускаем блок текст. Он раскрывается. И здесь пишем группа в Mail.ru. Ну, или как-то по-другому заголовок вы сделаете. И вставляем код. Вставляем код. Нажимаем сохранить. И вот так будет выглядеть группа в Mail.ru. Еще раз, да, напомню, что в шаблоне об Inspiration группы у нас в Mail.ru нет. То есть нету встроенного готового виджета. Но очень много пользователей шаблона часто просят, чтобы вот он был. Ну, на самом деле не так много, поэтому мы этот план не реализуем. Но вы сейчас можете, если вам это интересно, можете сделать группу в Mail.ru, виджет к себе на блог так установить. В шаблоне об Inspiration тоже будет работать. Ну что, друзья, на этом все. Еще следующее занятие у нас состоится 25 апреля в 17.00. И мы, наконец-то, переходим к сети Instagram. На мой взгляд, это самое, пожалуй, сегодня интересное после Facebook. Facebook номер один. Потом идет Instagram. Ну, затем ВКонтакте и уже туда дальше. Instagram на сегодняшний день развивающаяся. И самая, пожалуй, интересная сеть для продвижения блога, продукта, всего чего угодно. Очень живая, очень активная сеть. Сейчас много подключается туда людей. И очень интересно с ней работать. Она отличается от всех остальных сетей очень сильно. И по интерфейсу, и по работе, и по кодам. Ну, вообще мы все это разберем, посмотрим. И есть масса-масса нюансов. Но, на мой взгляд, это нужно обратить на нее обязательно внимание. И как бы вливаться туда, да, и работать с ней. Вот, мы посмотрим, как установить виджет Instagram. Такого нет официального виджета. Я покажу, как делать это с помощью плагинов. И, ну, дам ссылку. У меня на блоге уже есть разработанный код. Вы можете, если хотите, самостоятельно создать такой виджет с помощью кодов. Можете воспользоваться уже готовым решением. А дальше мы посмотрим, как установить кнопку подписка на Instagram. Это предлагает сам Instagram такую кнопку. Публикация записи в Instagram. Посмотрим, как это можно делать, да. К сожалению, нет кнопки публикации. Все это делается вручную. Но у Instagram есть преимущества. Есть кросс-постинг. Можно наладить кросс-постинг с Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте, Одноклассники. То есть вы публикуете пост в Instagram, а он разлетается у вас по всем социальным сетям. Дальше. Публикация. Создание фото с красивым текстом. Я покажу вам приложение, которым я сама пользуюсь. И можно использовать кириллицу, красивые буквы, рукописи, красивый текст писать. То есть вообще на самом деле большинство приложений, они англоязычные. И красивый текст русскими буквами написать невозможно. Поэтому большинство людей делают картинки с текстом Photoshop, что не очень удобно. Потому что нужно из Photoshop перекинуть картинку на планшет или телефон, смартфон, а потом уже на Instagram. Я покажу приложение, как в приложении сделать кириллицу. И отслеживание переходов из Instagram. Тоже у них такая не очень фишка. Мы, к сожалению, в аналитике не можем видеть переходы прямые с Instagram на нашу статью. Мы не можем отследить конверсию. Но я покажу, как сделать ссылку такой, специальную сделать ссылку, да, чтобы вы могли видеть переходы. В общем, вот так мы поговорим по Instagram. 25 апреля в 17.00 по Москве. Мне остается дать только ресурсы. Так, давайте я на вопросы посмотрю. Ага, вышла новая версия. 3.5 обновляет или надо дождать версию? Можно, да. Я уже посмотрела. Никаких нет, ничего такого они не добавили. Точнее, слава богу, никаких функций не удалили, ничего не заменили. Ну, такое вот получилось у них обновление не страшное. Так что все работает, обновляйтесь, у нас ничего не конфликтует. Сейчас, кстати, знаете, что выходит новый PHP 7.0. Вот все знают, как обновить PHP на хостинге. Вот скоро уже TimeWeb уже объявил, что на 7.0 переходит. Не знаю, правда, когда они это сделают, точно. Ну, вот они грозятся, да. И 7.0 хорошо работает наш шаблон. Я уже проверила себя на локальном хостинге. Замечательно все работает. И он, кстати, потрясающий вообще PHP. Он быстрее. WordPress работает быстрее. Что нам, в общем-то, да, очень хорошо. Не знаете, да? Ну, есть статья на самом деле. Статья есть у меня на блоге. И как только вот выйдет, я вас обязательно оповещу об этом. Надо будет на хостинге, если они самостоятельно не сделают на хостинге, нужно это будет делать вручную. Вручную заходить на хостинг и менять версию PHP. Вот. Так что, ну, я буду держать вас в курсе. Ну что, друзья, на этом все. Рада была вас сегодня видеть снова. Вы молодцы. Такие сложные темы. И вы все, смотрю, усваиваете. И, конечно же, самое важное, друзья мои, практиковать. Потому что, если не практиковать эти пошаговые инструкции, они очень быстро выветриваются из головы. Вот. Поэтому, если вот вы сейчас были, вы записали, я не знаю, записали или нет, да, вот это видео обязательно посмотрите его еще раз и проделайте все по шагам. Даже если вам, ну, не нужны эти виджеты, не нужны эти кнопки, просто походите по этим сервисам, походите по сайтам разработчиков. Это же так здорово, да, сайтам разработчиков. Походите, сделайте все по инструкции. И не надо вставлять к себе на блог вот эти коды, особенно для пользователей шаблона об Inspiration. Нам они не нужны, у нас все это есть. Но вы просто познакомитесь с таким вот интересным миром разработчиков и вот хотя бы просто его пощупаете. Чем больше вы экспериментируете с сервисами, смотрите, как это делается, пробуете, тем быстрее пройдет страх перед всеми этими инструментами. Вы поймете, что самое главное просто научиться ими пользоваться, ничего там страшного нет, все придумали люди, и это просто вам даст просто уверенности, больше уверенности в интернет. Не этот сервис, а в другой. Они все очень похожи. Все примерно одинаковое, по крайней мере, словарный запас тоже немножко увеличится в этой технической части. Поэтому проделывайте, 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 даже если вам это не нужно. Сейчас не нужно. Вот. Ну, а мне остается вам пожелать прекрасной продуктивной недели, прекрасного, успешного блогинга, хорошей погоды весенней. Вот. Ну, и, конечно же, удачи и успешного блогинга. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok